В понедельник, 8 июля, Жане Фриске исполнилось бы 45 лет, но 4 года назад после продолжительной болезни ее не стало. В этот день близкие соберутся сначала на могиле звезды на Николо-Архангельском кладбище, а затем поужинают в доме ее мамы и папы в Подмосковье. Среди них, как и прежде, не будет только гражданского мужа Дмитрия Шепелева. Не секрет, что война между телеведущим и родителями Жанны Владимиром Борисовичем и Ольгой Владимировной не стихает. Так, до сих пор не решены вопросы относительно пропавших денег 21 млн рублей, выделенных Росфондом на лечение и встреч родственников с ее сыном, 6-летним Платоном. А с мая заботу Фриске прибавилось. В сети появилось архивное фото беременной Жаны Фриске. В этом году Платон пойдет в первый класс. Отец уже подбирает ему школу фото. Инстаграм Дима продал особняк, который дочка покупала вместе с ним. Отдал его за бесценок 7 млн рублей, вздыхает отец знаменитости юриста, выясняют, как он смог осуществить сделку, ведь часть дома принадлежала нам. А на днях мы приехали в московскую квартиру Жаны, хотели забрать счета за коммунальные услуги. Так пришлось вскрывать дверь и менять замок скважину, залили клеем. Кроме Дмитрия, это никто не мог сделать. Комплекс элитный, на территорию не пускают посторонних. Да и вандалов среди соседей нет. После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты, мол, Платон законный наследник. Так и есть, но ему еще не исполнилось 18 лет. Просто Диме не доверяем. Когда Жанночка болела, он поселил там родителей, а мы узнали уже по факту. В данный момент адвокаты Фриске занимаются сбором информации о продаже коттеджа. Впрочем, семья Жаны научилась бороться с постоянными нападками. И ни один конфликт не помешает им сохранить светлую память о дочке. 8 числа в гости к семье обещали приехать Ольга Орлова, Митя Фомин и многие другие друзья. Певица Жана обожала отмечать дни рождения. На фото с родителями и сестрой фото. Инстаграм Жана обожала отмечать дни рождения. Вспоминает Владимир. Фриске в детстве праздновали, как правило, у родственников в Одессе. Из угощений любила шерлотку, жареные бочки в томате, котлетки. Подарки никогда заранее не заказывала. Предпочитала сюрпризы. Обычно уже 9 июля спрашивала, когда ее следующий праздник. Во взрослой жизни продолжила собирать близких за одним столом. Постараемся не нарушить традицию. Клэс Поуст 661 899 подписчиков. Субтитры создавал DimaTorzok